Добрый день суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Сегодня у нас блиц по новиночкам, на которые я не снял отдельные обзоры, но они точно стоят упоминания. И начнем мы с новой пластинки коллектива Candlemas Sweet Evil Sun. Наверное, вы думаете, что Doom Metal изобрели Black Sabbath, и вы абсолютно правы. Но ныне модно называть стиль Black Sabbath как прото-DOOM. Но это как студжес прото-панк. А изобретение именно стиля DOOM Metal приписывают коллективу шведскому Candlemas. На их пластинке Epicus Dumicus Metallicus. Это их дебютный альбом 1986 года. Собственно, DOOM Metal назван в честь Думicus Metallicus. Sweet Evil Sun это уже 13-я пластинка коллектива Candlemas. Коллектив, заслуженный и уважаемый в металлическом мире. Но надо отметить, что, разумеется, с их тематикой, вот этого философии насчет Господа, Рая, Дьявола, Ада и так далее, было бы логично обыграть цифру 13 названий. Но они это уже делали давным-давно, видимо, в то время, когда, в принципе, не верили, что 13-й альбом состоится. Да, они неоднократно распадались. Так или иначе, 13-й альбом просто называется Sweet Evil Sun. Пройдемся по композициям, посмотрим, что получилось. Основным автором коллектива всегда было и остается басист Лейф Элдин. Именно он так или иначе ответственен за всю мелодику коллектива Candlemas. Visit of the Vortex. Фирменный набор лифов. Неважно, чего авторство, так или иначе, как я уже сказал, автором всегда заявлен Элдинг. Металлическая мощь в припеве, изобретательные соло и шикарная концовка. На который я особо предлагаю обратить внимание. Sweet Evil Sun. Заглавная одноименная композиция. По мне, лучшая вещь на альбоме. Здесь проявляется фирменная мелодичность коллектива. И в этом их основная фишка. Их основная фишка это мелодичный дум. То есть, ну, Black Sabbath при всем моем уважении, вашем, наверное, уважении, да, вряд ли можно назвать прям очень мелодичными. Я имею в виду классические времена расцвета, классические времена Оззи и Осборна, да. Candlemasher наоборот. Они умеют именно в мелодику, при этом оставаясь в рамках Doom Metal. Angel Battle. Еще одна отличная вещь. Вот тут есть полный набор всего, что умеет Candlemasher. Это чистый Doom Metal на стыке с хардом. Который при этом соседствует с мелодичным думом в отличном припеве. Вот. Вот то, что я сейчас произнес, это и есть характерный стиль группы Candlemasher. Этим они отличаются от других дум металлистов. От других думмеров в принципе. Я вообще небольшой поклонник нового старого вокалиста Йохана Ланквиста. Тут поет именно он, а уже второй альбом подряд. Это вот как раз тот самый вокалист, который пел на дебютной пластинке Doomicus Epicus Metallicus. И вот он вернулся в коллектив. Но на самом деле не могу сказать, что это прямо худший выбор. Потому что, например, я не являюсь также фанатом вокалами Саймера и Маркалина, предположим. Ну, кроме Элдинга, я также могу ответить и гитаристов. Неоднократно отмечал гитаристов на записях Candlemas. Эта композиция не исключение. Отмечаю соло-гитару как свежую и к месту при этом. Нам не устают напоминать, что это Doom Metal. Окончание вот этого вот погребальным нарративом под дождь и крики ворон. На альбоме также есть ряд неизобретательных композиций, которые звучат реально как просто литмотивный Doom Heavy. Да, они все равно придуманы. Нельзя сказать, что они совершенно проходные. И местами там вокал пробирает, где-то удачное гитарное соло. Но они неизобретательные. А все-таки для меня Candlemas отличаются именно своей не только мелодичностью, но и изобретательностью в рамках жанра. И также несколько вещей здесь звучат слишком театрально. Вот, например, композиция When Death Size. А за счет женского вокала в припеве, видимо, была ставка на то, что это будет звучать таинственным. На самом деле звучит просто слишком театрально. Какая театральность для Candlemas, она неуместна. Хотя, опять же, композиции эти проходными не назовешь. Scandinavian Guts. Здесь качающий припев. При этом этот припев, опять же, не теряет все той же мелодичности. Вот в таких композициях даже особо и дума нету. Это больше чистый хэви-метал. Зато это и звучит хитово. Devil Voodoo. Начинается композиция со вступления в отличную балладу, но сама песня опять переступает где-то вот грань мелодичности, при этом и театральности, какой-то вот наигранности. Все это компенсируется припевом с интересной перкуссией, напоминающей композицию Children of the Grave, все тех же Black Sabbath. Но, честно скажу, этот припев, он перегружает композицию, перегружает ее структуру. Я бы остановился чисто на бридже, который уже звучит как отличный припев. Ближе к концу альбома материал становится еще более таким вот канонически, литмотивным, и все-таки уровень этого самого материала ближе к концу альбома проседает. В совокупности, моя оценка альбома 7 из 10. Это не потрясающий альбом Candle Mass, а такие у них были. Были выдающиеся, были очень хорошие. Это нормальный альбом Candle Mass. Здесь есть абсолютно все, за что мы уважаем Candle Mass. Здесь нет совершенно ничего нового. И иногда звучит слишком канонически, слишком, ну я бы сказал, банально. А иногда слишком перегружено. Слишком перегружено в плане аранжировок, иногда слишком перегружено в плане структуры композиции. Все-таки какие-то заигрывания с прогом, для меня в Candle Mass это лишнее. Но если вы не знаете Candle Mass, никогда не слышали, можно начать и с этого альбома. Это в принципе нормально. Вы абсолютно поймете, что такое Candle Mass. Вы поймете их главную фишку, что они отдавая дань основам doom-метала, proto-думу, следуя в ключе doom-метала, они наполняют свои композиции мелодичностью. Мелодичностью, которая часто идет на грани doom-метала, хэви-метала и хард-рока. Ну и конечно же, до сих пор рифы частенько звучат так, как будто бы это просто неиспользованные рифы айоми, либо уже однажды даже использованные рифы айоми. Ну, отдавать дань классическому doom-металу не так легко. Это приходится делать именно через Black Sabbath. А если бы они совсем не заигрывали с doom, а чисто бы сосредоточились на своей мелодике в рамках хард-рока и хэви-метала, потому что я бы не сказал, что это хард-рока и хэви-метал, а не именно как стиль хард-н-хэви, то они бы потеряли свое лицо. Все-таки не зря же их называют именно основателями именно doom-метала. Едем дальше. У нас сегодня совершенно стеотически разные новинки. Это Neil Young and Crazy Horse World Record. Я даже не буду называть номер этого альбома Нила Янга. Нил Янг в последнее время поднимает архивы свои, выпускает пластинки, которые по сути являются новыми, но вообще старыми. То есть они записаны давно, просто не были выпущены. Вот они сейчас выходят, но по факту это же новая пластинка, мы же ее не слышали. А это совершенно новая пластинка, записанная с Риком Рубином. И фишка ее в чем? В том, что мэтр звукорежиссерского, мэтр продюсерского цеха Рик Рубин использовал для записи аналоговую аппаратуру, использовал для записи пленку. И записывал все в студии вживую, то есть life in studio. При этом это были джемы. И потом вот из этих живых джемов он собрал композиции. Как всегда, пластинка открывается миролюбивым чилом. Композиция Love Earth. Ну звук, разумеется, как всегда сочный. Мне у Рика Рубина, честно скажу, даже на плохих альбомах Раскачеля Пеппес нравится звук. То есть это звук Рика Рубина. Я безгранично уважаю работу Рика Рубина как звукорежиссера и как продюсера. А вообще композиция напоминает о Битлз где-то образца 67-го года. Вот Magical Mystery Tour своей хиповостью. Overhead. Вторая вещь бодрее, но тоже мелодичная. Она без грязи и дисторшина. То есть часто в таких более мощных и бодрых композициях Нила Янга он ударяется именно в грязь, в дисторшин. Нет, здесь этого нету. Вообще альбом звучит так, словно это отличный ремастер на какой-то пластинке. Ну, года 67-го, 68-го. То есть в плане задумки реализовано все прекрасно. Далее действительно создается такое впечатление. Если бы я не знал вот этих всех входных данных, я бы мог подумать, что это остеренная пластинка из неизданных. То есть Нил Янг продолжает поднимать свои архивы. Нет, это абсолютная новинка. И уже во второй композиции подряд вы вроде как дослушиваете до припева, ну и думаете, нормальная вещь, а потом понимаете, что нет, вот реальный припев, то есть как же доп-припев, и который действительно очень хорош. Ну, с учетом того, что это собрано из джемов, видимо, Янг наигрывал все свои идеи, а потом это уже собрали так и в полноценные треки. Благодаря чему и появилось по несколько припевов в каждой вещи. Ну, не в каждой, но в некоторых, как минимум. I walk with you. Вот тут грязь начинается. Ну, Янг все-таки без грязи куда же? Он же гараж. Так или иначе, он один из гуру гаражного рока. Ну, какая-то добрая грязь. Я бы назвал это блюз-балладой по-янговски. Тут вся композиция строится, собственно, на красивой мелодике, и, наконец, мы слышим во всей красе вот щемящую соло-гитару Янга. The world is in trouble now. Это мой фаворит на альбоме. Ритмичная, грубовая вещь, немного о Кридмскре, water revival напоминает. В таких композициях вообще припев не нужен. Я могу такую вещь слушать бесконечно. Ну, вот, чтобы она продолжалась и продолжалась. Вот как раз Кридмс в этом были мастера. Здесь она на 3.15 заканчивается. Для меня это, конечно, мало. Зато губную гармошку отмечу. Нил Янг это все-таки вам не Боб Дилан в плане губной гармошки. Он умеет. Break the chain. Вот тут полная мощь перегрузов Нила Янга. Я думаю, в эту школу неоднократно ходил Джек Уайт. И вообще классика, когда альбом Нила Янга раскочегаривается не с самого начала, но при этом это не означает, что в начале было плохо. То есть многие, знаете, ставят боевики в начало, а потом как-то так завидают, завидают, успокаиваются. Не, Янг нулю любит наоборот. Но при этом нельзя сказать, что в начале какие-то проходники идут. Не, ни в коем случае. Но хотя все же дальше уровень падает. То есть альбом сбавляет обороты вот таких до проходных альбомов Боба Дилана. Но в этих аквалицах нет сюрпризов. Да, они приятны для слуха. Мне больше нравится исполнение, мне больше нравится вокал Янга, чем Боба Дилана, например. Да, но это все-таки просто треки для наполнения, не более. The Wonder Won't Wait. Это традиционная ритм-н-блюзовая вещь, качающая. Я вот такой вещью легко представляю себе Мика Джаггера за стойкой микрофонной. Ну и все заканчивается энергичным эпиком Chevrolet. Вот здесь можно полноценно насладиться гаражной гитарной техникой Янга. Потому что вещь длится аж 15 минут. Да, конечно, это слишком долго. Ну, если вы прямо фанат запилов Янга, ну, тут вам их хватит до старости. Наслаждайтесь. Вот и в старые добрые времена, если бы это был бы альбом на пластинке, то эта композиция явно бы заняла бы целиком вторую сторону, например. В совокупности, моя оценка 7 из 10. Это неплохой альбом Нила Янга. То есть, то, что задумывалось, то, что я обозначил в начале обзора альбома, удалось на 100%. В плане материала, ну, такое впечатление, что были идеи, но была вот возложена ответственность именно на Рика Рубина, чтобы собрать эти идеи в полноценной треке. Насколько вышло? Ну, местами вышло, местами идей, может, не хватило. Все-таки, да, это действительно звучит, как такие перемикшированные джемы. Неплохо. Есть удачные композиции, вещь The World is in Trouble Now в золотую коллекцию Нила Янга. В целом, еще один альбом Нила Янга в его обширнейшую дискографию. Не самый плохой, не самый выдающийся. Номер три. Серж Танкян, Perfect Cities. Это EP. Я редко обозреваю EP, но все-таки это же Серж Танкян. Ну, и есть такие музыканты, которые, судя по всему, альбомы больше выпускать не хотят. Танкян уже не первый EP выпускает, так что что же мне делать, придется обозревать EP. В общем, это EP электронной музыки от Сержа Танкян. А Серж Танкян сказал, что он никогда такого не делал, это невероятно, он получил невероятное удовольствие и просто он потрясен. И надеюсь, что будем потрясены все мы. Ну, нет, я не потрясен. То есть, смотрите, композиция Pop Imperialism, например. Типичная мелодика Танкяна. Абсолютно обычная песня Танкяна. Но при этом музыка состоит из синтезаторов и арпежиаторов. То есть, аранжировка сделана исключительно на этих инструментах. Звучит как-то просто, получается, странно. Как будто бы какой-то очень плохой диджей взял и перемикшировал какую-то проходную вещь Танкяна. Аналогичная композиция The Race. Вроде как, опять неплохая вещь, но опять же испорчена ужасной вот этой экспериментальной аранжировкой. Эта аранжировка совершенно никак не сочетается с вокалом Танкяна. Она мешает, отвлекает и раздражает. Это все. I spoke up. Вот все-таки две вещи здесь есть более традиционные. Чтобы он не говорил, что это EP электронной музыки, по-моему, он немножко лукавит, во-первых, в этом. А во-вторых, он лукавит в том, что получил что-то потрясающее. Иначе бы он не записал бы сюда вот эту, например, композицию. Она восточная, медитативная. Я бы сказал, что она такая армянско-горная. И это абсолютно типичная и хорошая песня Танкяна. И тут эксперименты сведены просто до минимума. И вот все становится нормально на свои места. Камерные песни в разы лучше, как я уже сказал про предыдущий трек. Легко могу представить эту композицию в более тяжелой аранжировке у System of the Down. То есть, эта композиция А и хороша, и Б и аранжировка хороша. Вот просто хорошая вещь Танкяна. И Forgive Me Father. Да, материал тут вообще в принципе не самый выдающийся. Но когда вот нет этих лютых экспериментов, звучит неплохо. Хотя в любом случае, вот прямо традиционных аранжировок Танкяна здесь нет. Да, какая-то доля экспериментов есть в каждом треке. Это минус. Не нужны эти эксперименты. Это А. Ну и Б нужен лучший материал. Потому что на предыдущем EP у Танкяна был просто великолепный материал. Тут проходной материал. И он возложил основную, как я, миссию основную. Именно на аранжировке. И не справился. Какой бы он ни был мультиинструменталист, похоже, в данном жанре он не силен. Ну, либо я в нем не силен. Ну, окей. Моя оценка 6 из 10. Неотвратительно, хотя, ну, две первые вещи почти отвратительны. Три оставшиеся ситуацию спасают, но они точно не выдающиеся. Слушайте предыдущие EP Танкяна, слушайте другие сольные альбомы Танкяна, слушайте System of the Dawn. Это можно абсолютно пропустить. То есть, ни одна композиция ничего не добавит в творчество Танкяна из этих, а некоторые будут только раздражать. Это Тобия Саммит со своим проектом Эван Тейжи, с очередным незапоминаемым названием альбома. Это очередной концептуальный альбом с огромным количеством гостей, разумеется, в стиле пауэр метала. То есть, разумеется, Тобия Саммит, лидер коллектива Эд Гай, это один из лидеров вообще европейской пауэр метал-сцены. И вот однажды он решил записать метал-оперу под названием Эван Тейжи. Но так хорошо ему пошло, так зашло, что он, в общем-то, Эд Гай уже практически забросил. Занимается теперь только Эван Тейжи, бесконечно штампуя вот эти вот концептуальные пластинки, которые, в общем-то, тоже можно назвать теми же метал-операми, потому что сама метал-опера Эван Тейжи звучала просто как концептуальный альбом с большим количеством гостей. Аналогично он продолжает делать это и дальше. Смотрите, я буквально в несколько композиций объясню, в чем проблема этого альбома. Welcome to the Shadows. Это, ну, хорошо, это открывашка. Тобиас Саммит начинает повествование. Восторженный вступительный гимн, такой с таинственной жизненностью Элиса Купера и припевом, который я уже услышал у Саммит. То есть в этой композиции я могу видеть только мистическое соло. В остальном, ну, ладно, мы ее пропустим, может быть, как открывашку. The Wicked Rule the Night. Ralf Shippers тут на вокале, он из Toshin, Band Motion и Drive-Off. Все в рамках Power, но не более. Kill the Pain Away. Это неплохой Happy Power. Ну, Happy Power, знаете, основатели стиля Happy Power, те же самые, что, в принципе, основатели Power Metal. Это Хэллоуин, разумеется. Ну, это вот чисто Happy Power с Лор Янсен из Nightwish на вокале. The In Most Light. Тут Майкл Киски из Хэллоуина на вокале. Ну, и получился Хэллоуин где-то по уровню песни, такой, года 91-го. Далее, есть еще вещь с Янсен, с той же самой, с Nightwish, да, которая звучит просто как часть сюжета. Ну, надо излагать сюжет, а песню не придумал. Есть композиция с Йорном. Она вроде мощная, но просто безумно предсказуемая. Есть композиция с Ронни Эткинсом из Pretty Maids, в которой нас начинает утомлять за силе одинаковых хоровых припевов. Можно сказать, заглавная вещь на Moonflower Society, эта вещь утомляет другим. Она утомляет однообразным хэппи-пауэром. Тут Боб Кэтли из Magnum на вокале. Раймонд Рюзин хоть как-то выделяется. Тут Эрик Мартин из Мистер Биг на вокале. Она бодрая, ну и Линк неплохой. Такой бридж больше мелодично-рокерский, чем пауэрский. А вот припева лучше бы не было. Он опять вот из всего того, что я перечислил выше. Скарс Сережнячок с Джеффом Тейтом из Queensrife. Ну хотя бы тут он не безумно радостный. Уже такой не безумно бездумно радостный. Уже что-то. Arabesque. Это финальный эпик с Йорном и Киски на вокале. В общем я скажу так, это не фрик-шоу. Это шоу старперов, которые пытаются веселиться. Ну и разумеется в этом треке вместо музыки просто завершенная история. Это эпик, она длинная и нужно рассказать, свести все сюжетные линии воедино. Ну дотина, в общем-то, которая характеризует весь альбом. Моя оценка 5,5 из 10. Это один из худших альбомов Aventasia. Это, в принципе, один из худших альбомов Тобиаса Саммита. То есть, мне как бы наплевать на те истории, которые он рассказывает. Вот реально. В плане того, что если ему нравится делать концептуальный альбом с большим количеством гостей, пожалуйста, рассказывать мне какие-то истории, пожалуйста, рассказывай. Но в первую очередь нужно придумать композиции сами. Нужно придумать мелодии, надо придумать припевы, бриджи. Я не сомневаюсь в мастерстве приглашенных гостей. Не сомневаюсь в мастерстве Тобиаса Саммита. Ну здесь звучит так, как будто Тобиас Саммит просто придумал какую-то историю, которую я хотел рассказать. А по инерции к нему пришли гости, разумеется. Да на самом деле, как по инерции? У него уже был такой один альбом, который мне точно так же не зашел. Ghost Slice. Но при этом он прекрасно продавался. То есть, людям нормально, когда он просто рассказывает истории, не особо сосредоточиваясь на материале. Ну, вот отбросим все. Он просто, во-первых, это материал бездумно радостный. Во-вторых, он полон самоповторов, я все это слышал у того же самого Саммита. В-третьих, он полон повторами на те коллективы, откуда приглашенные вокалисты. В-четвертых, он полон повторами на композиции одну на другую. То есть, слушая там седьмой трек образно, у меня такое ощущение, что я это уже в третьем слышал. Ну, это какое-то просто бездумное веселье. То есть, он раскручивает, у него пара, ну, есть пара фирменных фишек, да, в стиле Power Metal. Пара фирменных фишек в стиле Happy Power. Причем эти фирменные фишки, в общем-то, и не всегда им и придуманы. Но, все же, Tobias Summit это больше продолжатель, да, чем какой-то изобретатель. Ну, где-то может быть развиватель, скажем так. Ну, вот это крутит, крутит, это крутит, крутит, она на самом деле топчется на месте. Вот, к сожалению, проблема этой пластинки в этом. А история может быть потрясающе интересная. Ну, если бы я хотел какие-то истории в стихах, я бы увлекся бы этим жанром, наверное. Ну, точно метал, концептуальный альбом или метал-оперу для этого я слушать не хочу. Спасибо за просмотр, с вами был Rock'n'Craft. Оставайтесь на канале, это было 4 новиночки, очередной Блиц. Смотрите, пишите ваши комментарии. Буду радовать вас дальше. Субтитры сделал DimaTorzok